Всем привет, друзья! Еду из Варшавы в Млаву для встречи с крупным работодателем. Это более 3,5 тысяч вакансий по всей Польше. Часто перемещаюсь на поездах. Это комфортно, это дешево, быстро. Ну, в общем, приезжайте в Польшу и попробуйте, вам понравится. А сегодня я хотел бы прокомментировать три новости, которые попались мне с утра. Первая новость об импичменте Дональда Трампа. То, что палата представителей на 100% проголосовала за, я имею в виду, демократов. Республиканцы проголосовали против, но в палате демократов больше. Соответственно, решение было принято, но и вовсе на эти отменят. Обычно такой пиар-код, как вы знаете, осенью 2020 года будут выборы в Америке. И это сыграет на руку Дональду Трампу. Я читал его твиттер, я отслеживаю его твиттер и смотрю на его реакцию. Ну, в общем-то, он молодцом, держится молодцом. Следующая новость – это, конечно же, Мексика. Это протокол о защите прав мигрантов, сокращенно МПП, который работает с осени 2019 года. Это связано с подачей на убежище в Мексике и возвратом обратно в Мексику из США для прохождения всей процедуры в Мексике. Только 1% проходит. А как вы думаете, кто проходит в США без возврата? Конечно же, граждане СНГ. Так что, ребят, радуйтесь, к вам это не относится. Потому что, да, на самом деле граждан СНГ не так уж много в настоящий момент в Мексике. В отличие от Гватемалы, мексиканцев, граждан Латинской Америки, которые приезжают просто по 200-300 человек на границу, подают на убежище. Оснований у них нет. Как правило, это экономическая миграция, связанная просто с тем, что люди хотят въехать в Америку и легализоваться. Ну и, конечно же, третья новость, которая меня сегодня просто удивила и поразила, это то, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о крымчанах. То есть, крымчане теперь в особом статусе. Они могут подавать на убежище в любой точке мира, и убежище они получат, потому что по ним принята резолюция о защите их прав. То есть, сейчас можно просто, формируя кейс, указать на эту норму, на этот нормативный правовой акт и получить убежище без проблем. Я думаю, что многие в Крыму этим воспользуются. Вот. Как вообще сейчас работает прохождение границы через Мексику? Если вы приехали из Мексики, если вы мексиканец, вы должны быть несовершеннолетним, вы должны подвергаться пыткам, вам должны угрожать убийством, это должно быть серьезное основание, но наши друзья и клиенты наших экспертов не мексиканцы, они едут из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Россия. У нас действительно оснований много. Если взять отчеты правозащитных организаций, изучить, посмотреть вообще, как это все работает, то кейс будет проходной. Естественно, друзья, нужно готовиться, естественно, друзья, нужно решать вопросы со въездом в Мексику. Да, граждане СНГ пускают, да, граждане СНГ не возвращаются обратно для прохождения всего пути в Мексике. Они не живут в палатках, в съемных квартирах, им никто не угрожает на границе, и их никто не обирает, потому что сейчас много картелей активизировали свою преступную деятельность. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!